всем доброе при доброе утро представляете ела бутерброд с авокадо из красной рыбы и красная рыба у меня свалилась вот сюда ну там у меня все полетело короче вот весь мой бутерброд развалился вот сюда вот залезла у меня рыба я думала все собрала думаю чушь так вонять везде все посмотрела все ничего нету минут десять наверно ходила думаю да чего нет рыбы блин она у меня тут кусок целый лежал вообще пойду халат стирать вообще все халат свой вонючий прям все не могу представляете как бывает такой вот я поросенок хрюндель а не могу но его уже надо было стирать поэтому все ко всему мы сейчас пойдем с чарли гулять но не прям сейчас сейчас соседи по моему точно же живут вот говорю ка не прям сейчас а с ребенком представляете с ребенком с маленьким но пока не слышно их особо детей маленьких в общем все случилось все то что я не хотела маленькие дети заселились ладно что теперь поделаешь заодно постираю пижаму мужа а вот ему тоже постираю в общем все сегодня все халата стирать и вешать на улице погода замечательная все высушится быстренько всего собрала и как раз муж приедет поедем на пляс чарли гулять колокола звонят а вот доказательства раньше здесь были какашки а теперь здесь детские игрушки ну предпочитаю детские игрушки тем какашки буду снимать раз уж залезла на пляже хорошо но ветер дует я вот свитере там не знаю слышно меня не слышно ветер страшно позвонили соберемся наша тусовка и пойдем пиво пить не могу ветре метроган дует страсть все на роликах все на этих на как они господи называются самокатах одним и пешком все выключается в общем мы были как всегда потапом но я не стала ничего кушать потому что хочу кебаб или шаурма как ее там называть они там ели все пили пиво я взяла чай себе ну настиг и все ничего не ела не знаю мне так захотелось шаурму чарльж тут плачет наверно слышал это мнение Ты где был? Ты загорал что ли? Ты загорал что ли? А чё ты не фокусируется на тебе? Ты загорал моя рыба сладкая? Да! Чучи! Чучи ты дай чучи! Маме тут кебаб купила вкусный. Да, сейчас ты тоже что нибудь урвешь оттуда. Куриный? На, на! Вот и сестра поехали, они там поехали еще пончики есть с шоколадом. Ну какие мне пончики еще? Я говорю, меня дома пожалуйста оставьтесь с моим Чарли любимым. И так вот 23 часа с ними каталась. Такие вот у нас пироги. Сейчас буду хавать и вам покажу как он выглядит. В принципе кебаб как кебаб. Самый вкусный на свете. Вы знаете, вот его в одном месте всегда берем и он вкуснее. Я в России тоже пробовала, но он не такой вкусный как у нас. Может быть потому что его делают настоящие эти арабы. Не знаю. Всем приятного аппетита! Я бы сейчас семечки погрызла черные наши, вкусняцкие. Но у меня их нету, поэтому сейчас наложу себе оливки. Совсем одинаково, да? Семечки и оливки. Но куда деваться. Что-то я на той неделе, когда ездила в русский, совсем забыла купить семечки. А ездила в принципе я за ними. Бывает. Вот эти, которые я в Меркадоне брала. Оливочки. Что тут такое было? Приправы. Приправы. Немножечко так погрызу сериальчиком. И все будет хорошо. И чаек, наверное, какой-нибудь попить. У нас время уже 7 часов. Время пить чай. А какой же мне выпить чай? Вот, наверное, и соберем. Вот этот. Ой, а мне всего два пакетика осталось. Я его часто пью. Он с апельсином и... А яблоко даже есть. Соседи. По-моему, цыгане. Представляете? Обалдеть. Мы будем надеяться, что они не шумные. Не такие, которые, знаете, шумят. Ты вроде молодой парень я видела сегодня с девочкой. Девочки, наверное, год с лишним, около двух. Но так днем ничего не шумно. Не знаю. Посмотрим, что там за цыгане. Но я точно не могу сказать, цыгане или нет. Но вид какой-то такой темноватый. Не знаю. Поживем, увидим. Пока все спокойно. Собаки нет у них. Но будем надеяться на лучшее. А пока буду чай пить и смотреть сериал. У меня сегодня большой брат по телевизору. В общем, воскресный день, воскресный вечер. Ничего не дела нет. Завтра у меня стирка намечается. Ну, у меня машинка стирает. Я, что ли. Мне только вешать и снимать. Глажу я очень мало. Потому что, не знаю, как-то все не сильно мнет у меня машинка. Поэтому, почти и вещи такие, которые не очень-то гладить надо. Так что, ничего сложного. Ладно, пойду чай пить. Пока буду тут разбирать вещи, стирку. Надеюсь, меня хорошо слышно. Ну, просто расскажу вам, как проводят в Испании свои воскресные дни, скажем так. Обычно с утра все встают и идут завтракать. Шоколад с чуросами. Чуросы – это такие заварное тесто, которое обжаривается на растительном масле. Это же очень жирно, очень вкусно. С горячим шоколадом, куда макается все это. И это просто очень вкусно и супер калорийно. Вот, после того, как позавтракали, идут гулять. Ну, там в парке, еще куда-то идут гулять. Нет, конечно, не все, я не спорю. Но, в основном, после гульбы, естественно, кушать по ресторанам. Вообще, здесь любят идти не то, что кушать, а, как говорят, де тапас. Тапы поесть. Тапы, я уже много раз говорила, они только в Южной Вандалусии, и то не во всех городах. Тапы – это бесплатные закуски к пиву. Покупаешь пиво, которое стоит где-то 2 евро, евро 80. И к нему дается закуска. Есть бары, в которых специализируются именно на рыбе, другие на мясо, в общем, и выбираешь. Ну, заядлые, скажем так, заядлые, как это назвать-то? Как же их назвать-то? Барщики, да? И которые, каждая, очень часто ходят по тапам, уже знают, где в каких барах даются какие тапы. И есть бары, где получше дают тапы, где похуже дают тапы. В общем, они, знаете как, не вот так не прийти, вот, допустим, сесть в один ресторан и поесть. Да, нет, нужно в одно пиво в одном баре, другое пиво в другом баре. И так вот, мы сегодня прошли 1, 2, 3, 3 бара, представляете, это вообще с ума можно сойти. Вот, но я и говорю, нигде не ела. Я даже этот кебаб, который я сделала, я его весь не осилила, я даже половину, наверное, съела и все, он мне не влез. Это пипец какой-то. Вот, по воскресеньям после еды обычно всегда уже идут домой. Потому что, если хотят как-то развлечься на какие-то дискотеки, либо выпить. На дискотеках здесь, кстати, нет, есть такие пабы, где стаканы, коктейли, да, пьют с крепкими напитками. Вот, там нет еды, там только, единственное, что могут тебе дать, это какие-нибудь сухофрукты. Вот, там уже музыка кричит, все собираются там, либо караоке, попеть, потанцевать. Как я, кстати, выгляжу. Но это обычно в субботу, потому что в воскресенье и выходной день никто не работает. А в субботу обычно все после обеда уже идут домой, потому что на следующий день работать. Ну, а мне-то не работать завтра. У меня-то, наоборот, только выходные начинаются. Ну, и вечером я никуда не люблю ходить, только лишь, я не люблю разные дискотеки ночные. Вечером после девяти, наверное, мне, как и девяти, после шести-семи, мне уже нужно быть дома. Я уже хочу находиться дома, в любимой кроватке, в любимой пижаме и, как говорится, отдыхать. Я не ночной человек. Были, конечно, времена, когда я и на дискотеке ходила, у кого это не было. Но все, уже и мне не нравится. Потом еще мне не нравится выпивать много. Не, мы выпиваем, конечно, можем там и вино выпить, и пиво можем выпить. И, как бы, и водку можем выпить. Почему нет? Но уже не знаю, сколько лет. Мне, как бы, не нравится, потому что я очень сильно болею. Мой организм плохо переносит алкоголь. И поэтому я потом два-три дня, как и в этом, в ступоре, не пить, не есть, не встать не могу. Поэтому предпочитаю не увлекаться этими напитками. И жизнь, говорится, полноценной жизнью. А не выходить из жизни. Это действительно выходить. Я так болею, что мама не горюй. Поэтому предпочитаю дома сидеть, чем куда-то там рыпаться. Да и вообще, какие дискотеки? Да ну их нафиг. Танцевать? Ой, я дома, знаете, включу музыку и так танцую, что мне и по барабану эти дискотеки. А вот с девчонками встретиться можно, да, там тоже. Ну и то сейчас все заняты, у всех школы, у всех какие-то свои дела. В общем, что там, не знаю, ждем лета, весны, тепла. Вот такие вот дела. Вот так вот проводят обычно воскресенье здесь. Любят, все, знаете, все кричат кризис, нет работы, нет денег, но все бары переполнены. Вот мы сегодня были даже в двух и не было мест, представляете, что там. А есть другие бары, которые совершенно пустые, но там, если они пустые, значит там тапы нехорошие. Вот. А еще, знаете, я когда сюда приехала, очень удивилась, когда в барах, у барной стойки, вообще у барной стойки это самое лучшее место, когда ты хочешь выпить пиво с тапами. Во-первых, рядом официант, он тебя быстро обслужит и даст самые свежие тапы. Хе-хе. Это правда. Я когда увидела, увидела очень много мусора на полу и думаю, что за забегаловка, это какой-то вообще непонятно что, ширпотреб какой-то вообще. Это ужас, антисанитария, грязь, все на полу. Потом мне муж объяснил, что чем больше всяких салфеток, всяких бумажек, всяких чего-то там у барной стойки, тем лучше бары, тем лучше там кормят. Я потом сама в этом убедилась. Так что, если вы приезжаете в Испанию и видите в каком-то баре, что там много людей ютятся и много мусора под ногами, то там хорошо и вкусно кормят. Да, да, да. А еще очень много, долго, громко разговаривают здесь. Потом нас, когда не слушают, русская речь для них это как ругательство. Они говорят, почему вы все время ругаетесь? Я говорю, да ладно, мы не ругаемся, мы так разговариваем громко, эмоционально. Они себя со стороны не видели. Орут. А еще знаете, как они могут разговаривать? Включен телевизор, музыка играет, и они разговаривают и понимают друг друга. Я вот так не понимаю. Вот иногда мой муж придет, а мы и давай. У меня телевизор работает, у него футбол, значит, радио включено. И он мне что-то говорит. Я говорю, я тебя вообще не слышу. А он даже не... Да, а что? Я говорю, ну ты выключи что-нибудь. Даже вот не замечает, что им не мешают другие звуки. Они вот разговаривают, кто о чем. Я даже с сестрами иногда смеюсь. Я с ней на одну тему, она уже на пятую, десятую, на другую тему. Я уже просто, как говорится, я говорю, ничего страшного. И поговорим попозже на эту же самую тему. Ой, вот такое вот. Я вам немножко рассказала, что тут у нас и как. Как отдыхают, скажем так. Как проводят воскресенье в Испании, да. Ну, у нас, по крайней мере, на юге. Вот. Я, конечно, не люблю о грустном. Ну, так как я уже рассказала вам историю вчерашнюю, это был еще не конец с бабушкой, да. Вот. И так как я вам уже, как говорится, ну как, затронула эту тему с бабушкой, которой я вчера вызывала скорую помощь. Если вы не смотрели видео, то посмотрите за вчерашней. Вот. Не забывайте подписываться, чтобы не потерять меня. В общем, ехали сегодня в машине где-то часов в одиннадцать. И мне клиентка сообщает по WhatsApp, звонит и говорит, что этой ночью моя клиентка умерла. Представляете, я была в шоке. Думаю, как так? Врач же сказал, что ничего страшного. Ночью у нее произошел инфаркт и все. И нет человека, представляете. Все было хорошо. Все было, вроде бы, и она и сама ходила, и все. И потом мне клиентка позвонила, рассказала все, че почем и как. И вот так вот, представляете, судьба какая жизнь. Ну, ей было за восемьдесят, где-то восемьдесят пять лет. Но она выглядела очень хорошо. Она ко мне каждую неделю приходила, каждую субботу. Даже не записываясь, она в четыре уже была у меня на работе. Представляете, мне как ее не будет не хватать. Прекрасно выглядела, всегда ухоженная была. Жаловалась, конечно, как все бабушки, но она бабушкой не выглядела. То есть, она была женщина. И вот, представляете, и нету. Я прям, у меня какой-то удар такой прям неожиданный произошел. Вот, но это жизнь, как говорится. И вот так вот произошло. Так что, сказала это в конце, потому что не все досматривают видео до конца. И о грустном как бы не хочется. Но не сказать тоже как бы, это как не довести. Не знаю, не могла я не сказать вам, раз уж вы, как говорится, начала я эту историю, надо было ее закончить. Такая у нас жизнь. Сегодня ходим, завтра не ходим. Сегодня болеем, завтра не болеем. Все зависит от Бога. Как говорится, на все воля Божья. Ладно. Завтра новый день. Новые хлопоты, новые заботы. Завтра будем думать, что будем готовить кушать. Так что, еще раз говорю, подписывайтесь, пишите комментарии, лайки, дизлайки, что хотите. Всего вам самого наилучшего. Всем пока и до завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok